Добро пожаловать в второй доклад Академического потока. Меня зовут Кристина, я член научного комитета State of the Map. Я работаю в Китлеберге. Возможно, вы знаете про Китлеберга. Два года назад там был State of the Map. Следующий доклад называется «Как нам помогло машинное обучение?» Профессора компьютерных технологий Университета Ирландии. Он активно участвовал в расследованиях активности OpenStreetMap. Он также опубликовал несколько важных статей про OpenStreetMap. Так что, вперёд! Презентация State of the Map 2021. Меня зовут Питер Муни. И от лица моего коллеги Эдгара мы покажем это исследование Департамента компьютерных исследований Университета Ирландии. Это доклад сегодня, ставит вопрос, чем машинное обучение помогло нам. И это к Монтипайтону, чем вообще за всё время нам помогло машинное обучение, а мы — это сообщество OpenStreetMap. И многие, кто интересуются технологиями, машинное обучение — это главный подход к решению задач, особенно тех, которые нельзя решить вручную. То есть, те, которые нельзя решить логаритмически или вручную, машинное обучение иногда помогало решать такие задачи с интересными результатами. Очень много сил академического сообщества угрохло на машинное обучение. Последние 10, а то и раньше, в том числе в использовании, понимании языков и обработке снимков. Но в этом докладе мы посмотрим, что вот со всеми этими исследованиями использования машинного обучения с данными из OpenStreetMap. Какие результаты? В чём польза или опасность для OpenStreetMap? Так что было так много исследований с машинным обучением для OpenStreetMap, используя данные OpenStreetMap. Бывали польза из всей этой работы для сообщества OpenStreetMap? Машинное обучение использовалось в большом количестве применений для OpenStreetMap последние 10 лет. Один из запросов, который мы хотим задать, какие из этих подходов могли быть приняты и использованы сообществом OpenStreetMap? То есть, похоже, резонно, что академики придумают какие-то решения, и результат их работы мог бы быть использован сообществом OpenStreetMap. И ещё один вопрос. Плюсы и влияние этих исследований Ощущает ли сообщество OpenStreetMap и проект пользу от этих исследований и их влияния? Небольшой обзор аргентации. Значит, сначала методология. То есть, мы в основном просматривали уже опубликованные академические работы. Дальше процесс, что мы сделали. Обсудим находки. Что мы нашли и что мы вообще узнали. Это нам даст темы для обсуждения и какие-то следующие шаги. Методология. Мы очень внимательно просмотрели опубликованные исследования, используя Google поиск по публикациям в мае 2021 года. Мы искали работы, связанные с OpenStreetMap. Обработали все докоды вручную. Отвлекали работы по нескольким критериям. Во-первых, работа должна быть связана с OpenStreetMap. Также, она должна, по большей части, быть посвящена подходам, использующим машинное обучение. И это не должен быть обзором прошлых публикаций. То есть, нас интересуют публикации, связанные с какими-то новыми подходами, а не обзором прошлой работы. Мы подготовились с публикацией на GitHub. Понимаем, что их не так много. Довольно характерные работы, которые позволяют нам изучить наши темы. Но реально нужно подождать, пока будет гораздо больше публикаций. Возможно, с помощью других людей можно создать уже список публикаций подлиннее. Каждая работа должна содержать компонент, связанный с машинным обучением. И данные OpenStreetMap должны быть использованы в каком-то значимом виде. Например, модели тренировки или результат работы, или это валидация или тестирование машинного обучения. Нужно позволить ситуации, когда OSM не единственный набор данных. То есть, например, OSM используется как входной набор данных, с помощью которого создаются какие-то другие интегрированные наборы данных. Для машинного обучения. У нас есть ректор на GitHub. Можете посмотреть там ссылки. Вот, результат доступен на нашей академической публикации. Итак, наш тестовый набор, который мы подготовили из Google Scholar Search. Мы выбрали 50 публикаций. Пять убрали. Потому что OSM используют только как базовую карту. То есть, чтобы показать результаты анализа. или часть из этих работ были обзором прошлых публикаций. Вот. Но мы расширили наш поиск и добавили пять других публикаций. Процесс. Ага. Какие-то предположения. Конечно, выборка очень маленькая. Но наше личное мнение, что это хорошая репрезентация исследований и исследователей на эту тему. Вот. Мы ввели классификацию, которая, конечно, субъективна. и, скорее всего, смещена. Не сказать, что… Да, мы не считаем, что это железобетонная классификация. Вот. Так что есть там какие-то ощущения, а не прямо доказательства. Мы не оцениваем результаты исследований. То есть, точность, достигнутые результаты и прочее, и прочее, связанные с машинным обучением, просто принимаются как есть. То есть, мы не советуем какие-то особые подходы к машинному обучению. Вот. Ну и проверили нашу классификацию, что другие работы также ее используют. Итак, что мы нашли? Это публикация Джона Варгаса и его коллег 2021 года. Открыто доступная. Работы считают, что обстроение используется в двух способах. Во-первых, чтобы улучшить покрытие качества ОСМ, используя космосимки GIS. Во-вторых, данный OpenStreetMap используется, чтобы тренировать модели, основанные на снимках, чтобы далее использовать. Мы подчеркнули в красном интересном нам участке, что мы смотрим на качество покрытия ОСМ и используем данные OpenStreetMap для тренировки моделей. И смотря на эти две темы, улучшение данных OpenStreetMap и тренировка моделей на основе ОСМ, примерно 23 публикации пытались улучшить качество покрытия ОСМ с помощью машинного обучения. 31 публикация использовала данные OpenStreetMap, чтобы использовать их данные на практике. только две публикации делали то и то. И вот эти две работы показаны на слайде. И даже судя по названиям, явно, что они работали с качеством ОСМ и, разумеется, они использовали OpenStreetMap, чтобы тренировать их модель машинного обучения. и эти обучения могут быть просто дата-квалити. Вот, ну, скорее всего, для целей именно улучшения качества данных. Итак, раздел «Качество и покрытие ОСМ» 23 работы, которые улучшают качество. мы их разделили на свои темы. Что за виды исследований проводились? Итак, стили участия, проблемы с качеством, аннотация, тегирование, исправление геометрии и ошибки топологии. Разумеется, это окончательная классификация. Есть много способов разделить публикации. Вот, но мы заметили, что тегирование – это самая популярная тема, 14 работ из 23. Да, 14 из 23. касалось тегирования аннотаций. Некоторые из них пытались улучшить тегирование. Использование ОСМ для тренировки моделей. Опять же, наша собственная классификация. Мы придумали 5 классов. Это «Навигация» и «Транспорт». Дальше просто тренировка, потом социоэкономические исследования, анализ изображений и остальное. то, что в прошлые 4 класса не подошло. И здесь есть необычное мнение. Вот, тренировка, например, использование данных, для того, чтобы сделать кварталы. Социоэкономические индикаторы, создавая и изучая их от OpenStreetMap data. Анализ выражений, использование тайлов и геометрии, например, для поиска школ. Я работал с коллегами над публикацией в 2019 году про OpenStreetMap. Мы опубликовали ее по ссылке внизу. Мы интересовались, как можно исследовать взаимодействие исследователей и сообщества СМ. Мы взяли несколько реалов из нее сейчас. Вот в этих исследованиях, насколько авторы исследований поднимали ОСМ-сообщества. Вот, понимаем, что есть всякие ограничения по словам и на размер публикаций. И в некоторых материалах обещали не исследовать сообщества. Вот, во многих работах данные ОСМ был просто источником данных. Вот. Некоторые работы считали, что это данные сделаны людьми, и ОСМ как социальный продукт. И что мы посчитали? OpenStreetMap указан как источник данных в большинстве работ, 25 работ, но также половина публикаций особо не понимали OpenStreetMap. Особо не понимали, откуда он берется. Подходы к машинному обучению совершенно разнились от работы к работе. Чаще всего мы находили перечисленные подходы. Random Forest, например. Вот, также очень популярный подход Ensemble Machine Learning и прочие перечисленные работы. Конволюционные нейронетрики были очень популярны. Клустеринг – супервизирован и не супервизирован. И для других подходов, как бустинг, и для натурального языка ЛДА и подобные подходы были использованы. Здесь на слайде пример. Практикаторы могут быть использованы для аннотации объектов OpenStreetMap. И последний вопрос. Какие из этих подходов можно ли повторить для других применений внутри OpenStreetMap? То есть, может ли сообщество OpenStreetMap перенять эти подходы? Вот, здесь мы сделали светофор. Красный – очень сложно повторить. Желтый – ну, возможно повторить, но нужен доступ к разным API-наборам данных. Зеленый – да. Работа особенно для внимания повторяемости. Два отличных примера зеленых работ. Следующие шаги. Наши наблюдения – очень много разных приложений. И ОСМ очень легко интегрируется с другими источниками данных. Большая часть работ замечает проблемы с качеством OpenStreetMap, где машинное обучение может помочь, но не уточняют, как именно. И понимаем, что довольно сложно понять, как эти подходы могут быть взяты ОСМ-сообществом, потому что они немного спрятаны или их довольно сложно понять просто. Так что, возвращаясь к вопросу, чем нам помогло машинное обучение, ну, оценивая пользу ОСМ для исследований… Да, OpenStreetMap – это неоценимое, очень важное для исследований. И многие подходы машинного обучения вполне могут быть сделаны в OpenStreetMap. Например, предложение тегов, исправление тегов, например, внимание картографа. Но довольно сложно понять, как все это знание машинного обучения может помочь базе ОСМ и сообществу ОСМ. Но, как мы поняли раньше, исследования такого типа, они только начинаются. Вот, и одна из задач – это объединить академиков и ОСМеров, чтобы все друг другу помогали. Спасибо, что посмотрели, если вам понравилось. Вот, почитайте эти исследования и пишите. Спасибо. Так, спасибо, Питер, за этот доклад. Интересный. Да, напоминаю. Можно в чате задавать вопросы. Буду следить нашими вопросами. Так, вот, за вопрос. Питер, ты меня слышишь? Хорошо, мы тоже слышим. Итак, первый вопрос – непонимание и отсутствие связи с сообществом ОСМ. Что с этим можно сделать? Довольно сложный вопрос. Мы про это рассказывали пару лет назад. Изучали вопрос, как взаимодействовать с академиком и ОСМером. Как можно их объединить? И не сказать, что у нас есть прогресс в понимании этого с тех пор. Но что, по моему мнению, может помочь – это может помочь просто сохранить вот этот академический поток докладов, то есть дать академикам платформу, чтобы делиться своими результатами с сообществом по стритмэпу. Во-вторых, повторяемость и применимость подходов академиков. Было бы здорово, если бы их результаты можно было повторить теми, кто академии, потому что часто требуется доступ к API, к инструментам, которым нет доступа у людей, не связанных с университетами. Вот это такой барьер, который тоже нужно учитывать, если вы делаете исследование оба стритмэп. Так что ясного ответа нет, как объединить оба сообщества. Вот я думаю, что эти вот два пяти фактора должны сильно повлиять. Но проблема, конечно, гораздо сложнее. Спасибо за ответ. Да, это оставлять желать. Второй вопрос. Были примеры сообществ, использующих машинное обучение, чтобы рисовать их места? Или это было теоретическое исследование? Ну, мы находили четкие примеры этого. То есть не скажу, что не было примеров. Большинство работ задумывались о улучшении карты или исследованиях вклада сообщества в удаленное картирование. Так что, скорее всего, в другой литературе где-то задокументированы такие подходы в удаленную картиру и машинное обучение, но мы не нашли их в открытом доступе. Так что мы находились в том, теоретические подходы к картире. Вопросы закончились, так что я еще перескажу два вопроса от наших академиков. У меня есть вопрос по выбору публикаций. Учителя, кстати, цитат или где эти работы были опубликованы? То есть это зависит от критерии. Мы искали машинное обучение OpenStreetMap, мы получили гору результатов, начали их фильтровать, и стало понятно, что работа совсем не про машинное обучение, или машинное обучение, которое просто показывает результаты поверх OpenStreetMap. Так что мы особо не вдавались, где именно была опубликована работа, мы просто искали список работ. Проверили, что публикации отвечают нашим критериям. Конечно, стоит проверить, сколько важных работ в каждой классификации. Большинство работ опубликают в журналах около 20 из 50. А остальные — это разные виды, в основном выступления с конференцией. Так что хорошее предложение. Да, надо будет посмотреть вид работы, есть цитат. Мы обратим на это внимание в будущем. Мы в основном обращаем внимание на то, что публикация была достаточно важна, и отвечала нашим темам. Еще три вопроса от слушателей. В каких работах советовали машинное обучение вместо ручного картирования для автоматического производства данных? У меня нет под рукой чисел. Мы сегодня вечером выложим список в гитхаб. Точно было про примеров, когда люди помогали машинному обучению в конце тренировке, построении набора данных. Явно работы склонялись к автоматическому производству данных. Может быть, не по данных, но также предложению дополнительных тегов или лучшей геометрии, или решению вопросов топологии такого типа. Была пара работ про использование помощников людей, но... Следующий вопрос. Мне кажется, что среди академиков очень мало понятия OpenStreetMap. В частности, люди не особо понимают теги OpenStreetMap, например. Согласны? Я очень понимаю, как вопрос связан с презентацией. Но, когда мы читали публикации, связанные с анонсированием, тегированием, исследователи пытались читать вики OpenStreetMap, страницу features на TagInfo, такого типа инструмента, чтобы пытаться понять более-менее глубоко, что теги на самом деле означают. Вот как теги можно интерпретировать и как их используют. И нехватка понимания... Не скажу, что я могу ответить на этот вопрос, но я считаю, что в работах, которые мы читали, академики, авторы понимали, пытались понять тегирование схемы и так далее так хорошо, как только можно. То есть была попытка. Не то, что они просто качали данные и сами что-то пытались понять с помощью других. Следующий вопрос уже про использование моделей. Различались ли модели машинного обучения в разных странах? Потому что в разных странах рисуют и тегируют по-разному. Обращали ли на это внимание? Ну, вообще нет. Но мы замечали, что большинство подходов были ограничены каким-то регионом или страной. Мы не находили примеров, когда исследование касалось нескольких стран или всей Европы. То есть мы видели, что если используется машинное обучение на данных OpenStreetMap, например, дороги, это всё исследование было внутри какого-то страны или региона. Таким образом, исследователи, наверное, пытались избежать проблем различий в классификации. Из-за того, как и в основном. Да, на данных User. Это данные. Я уже говорил, что автор пытался найти многоудивых, чтобы оборачить тему, что это происходит, если нет просмотра. Какой тип 가지 методологических направлений. be used to overcome this to allow the training set data set be developed. But I think my short answer to that would be that most of the applications were very specifically based on a specific region, so maybe some of those problems were just avoided rather than solved. Do you maybe think like as a follow-up to this question that that might also be a reason why some of those developed methods to solve the issues are not really taken into like are not really implemented on a larger scale for the whole OSM community that like those approaches that were developed are maybe not tested for... То есть получается, что большинство подходов написанных, они не протестированы в других регионах, на различных регионах. Ну да, должен согласиться. Из того, что мы видели, где-то под множество докладов. Нужно очень много сил приложить к тому, чтобы настроить подходы на машинном обучении. И это включая в себя построение тренировочного набора данных. То есть до самого начала нужно, до валидации, нужно построить набор данных. И, возможно, это такая возможность, что когда мы подтвердили пользу от машинного обучения, следующим шагом можно было бы донастроить модель с учетом региональной специфики. Но я думаю, что часто такая дополнительная работа не задокументирована в публикации. То есть, я так понимаю, что до того, как создавали тренировочный сайт, об этом немало думали, но это не отражено в публикации. Так что нам, конечно, всем помогло, если бы авторы могли объяснить контекст и процесс построения наборов. Какие фреймворки в машинном обучении часто были использованы? Очень популярным был PyTorch и TensorFlow. Вот и все машинное обучение, основное на языке Python. Мы не считали подходы, потому что не в каждой публикации указаны использованные подходы. Мы видели подходы, использующие GIS-GRAS или составные подходы с несколькими фреймворками. Ну, прямо так я вспоминаю PyTorch и TensorFlow на основе Python и R. Спасибо. У нас осталось 3 минуты. Еще такой вопрос, чтобы улучшить, увеличить поиск для опостритмэпа, возможно, вы можете представить, как сообщество ОСМ могло связаться с исследователями, чтобы цели сообщества ОСМ и исследователей были более совмещены. Это возвращается к открывающим вопросам моего доклада. Наша основная задача исследователей остается убедиться, что доступ к результатам наших работ открыт, что эти результаты можно повторить. Их могут повторить не только сообщества, но и любой, кто читает работу. И вот это может быть важным объединение сообществ. Возможно, академические потоки нужны не раз в год, а в региональных сетях ОСМ и, да, с сообществом хорошо бы взаимодействовать, чтобы ОСМ могли сказать, что вот есть такие проблемы, которые нас интересуют, задачи. Вот, возможно, вы сможете их исследовать. И это было бы интересным способом работы, совместной работы над разными задачами. Мне бы очень понравилось видеть работы, которые решают задачи, поставленные сообществом OpenStreetMap, а не решая задачи, которые академики сами придумали и сами решают. Вот это отсылает к работе, которую мы несколько лет назад показали на академической секции. Ну, мы видим, что есть прогресс за последние четыре года, и мы надеемся, что чем дальше, тем будет больше взаимодействия между сообществами. Вот, остался вопрос, но время наше закончилось, нужно готовиться к следующему докладу. Большое спасибо, Питер. Вот, вопросы можно задать в комнате после выступлений, так что давайте вопросы перенесем туда. Большое спасибо. И следующий доклад начнется через пять минут. Конечно же, интересная тема. И приходите, забывайте вопросы. Окей. Увидимся, и слышете тебя тоже. Ввидимся. Пока. До свидания.